Меня зовут Колесов Максим, я занимаюсь тонатопрактикой, бальзамированием, реставрацией повреждений мерши человека. Пришел в профессию в 2010 году на трупоперевозку, в процессе начал обучение на санитара и стал реставратором. Тело поступает в спецпакете, тело после вскрытия, то есть в непотребном виде это истекающие жидкости, каловые массы и все остальное. Наша задача все это удалить, придать телу благоприятный вид. В основном наша специализация – это восстановление повреждений. ЖД-травмы, это ДТП, это падение с высоты, тела из ожоговых центров. Люди, которые получили какие-то увечья, и к нам обращаются родственники с просьбами устранить эти повреждения. Во-первых, мы правильные черты лица придаем. Зачастую у людей отсутствуют зубы, форма лица неправильная. Мы это все дело формируем. Делается это через рот. Тампонируем нос, чтобы не было истечения. Делаем тампонацию, тампонируем рот. Это для устранения глубоких каких-то повреждений. Воск выполняет две функции. То есть он и склеивает, он и заполняет рану, ну и, соответственно, устраняет повреждения. Если рана глубокая, соответственно, мне нужно ее хорошенечко заклеить, я разогреваю получше. Делается это обычно элементарно. То есть нагревается. И спокойно его наносим. То есть заполняем. Ну, заполняем какое-то повреждение. Так можем вылепить, например, там часть губы или часть носа, которая отсутствует после травмы. Видимая часть – это у нас лицо, голова и кисти рук. Все остальное люди не видят под одеждой. Все, что нас интересует, находится здесь. Гринь вообще нужен всем умершим. Ослабляются мышцы, происходит западание глазных яблок, отвисание нижней челюсти. Происходит истечение жидкостей изо рта, из носа, из ушей, то есть, ну, из других органов, скажем так. И все это нужно устранять, чтобы не было запаха, чтобы не портилась ни одежда, ни внутреннее убранство гроба, скажем так, чтобы с этого гроба ничего не истекало. Опять же, никакие там особо опасные инфекции. В принципе, грим, посмертный грим, он нужен каждому умершему человеку. Абсолютно каждому. Глаза, да, это вообще отдельная тема, потому что при судебном вскрытии глазные яблоки, они изымаются. И это пространство заполняется ватой. Подбираем по форме глаза и заполняем, вставляем глазной протез. За счет чего глаз принимает правильную форму. Ну, не хотелось бы там себя причислять там каким-то жрецам в древнем Египте, да, которые занимались там мумификацией фараонов и т.д. и т.п. Ну, на эту тему можно бесконечно разговаривать. Вот, ну, мы занимаемся восстановлением повреждений, занимаемся, несем вот эту похоронную культуру в массы. Это такая закрытая тема, и она, в принципе, в средствах массовой информации не освещается. И эта тема, она неприятна для людей, и люди при жизни не готовы разговаривать о смерти. Редкий случай, когда люди там где-то следят, там за чем-то смотрят и знают о том, что есть такая специальность, есть такие люди, кто занимаются этим. Здесь человек должен быть и санитаром, и каким-то и визажистом, и стилистом. Лицо пластично сформировать, сделать какое-то выражение лица умиротворенное. То есть это своего рода искусство. Человек застрелился из пистолета в висок. Входящее отверстие было здесь, выходящее здесь, с этой стороны. Судебно-медицинская экспертиза для исследования забирает часть тканей. Часть тканей в форме ромба. Была просьба родственников устранить повреждения, чтобы вообще, то есть, ну, ничего не было видно, никаких следов. Подбирали по глубине выреза части ткани. Подбирали. Я подобрал примерно в этом месте. Вот. Отсюда взял. Сюда, значит, вшивали, вклеивали. Потом дальше устраняли воском. Никто на прощании даже и не заметил то, что, ну, как бы, родственники не сказали людям, что человек застрелился. Вот. Ну, мы сделали, все восстановили. Вообще работа, ну, физически, морально такая, ну, непростая. Не каждый человек сможет заниматься адекватно и приносить пользу, как бы, ну, окружающим. Бывает такое, что человеку достаточно одного дня, чтобы вообще уйти из профессии и никогда сюда не возвращаться. Кто-то уходит через три месяца и уже тоже никогда не возвращается. В зависимости от ситуации, в зависимости от тел, с которыми сталкивается человек, это момент по умершим детям, это отдельная тема. Потому что, ну, это не бабушка, не дедушка, грубо говоря, там, кто уже там пожил-прожил, там, 80-90-100 лет. Это детишки разного возраста, разные причины смерти. В основном это какая-то халатность и безалаберность родителей, основная масса. Опять же, кто-то через себя это пропускает, и потом человек не может работать, у человека психологические проблемы возникают. И, соответственно, по умершим нашим, родным и близким. Такой еще один непростой момент. Я занимаюсь этим делом 12 лет, и за 12 лет много было и одноклассников, и друзей, и товарищей, и родных, и близких. Здесь главная мотивация, как ты себя замотивируешь. Ты должен быть высочайшим профессионалом своего дела. Основной инструмент тонато-практика, ну, по крайней мере, для меня это пинцет. В принципе, в черепе человека я могу достать до любого места, которого мне нужно. Понимаете, да? Размеры. Ну, вообще используется для заточки ножей, но мы используем для тампонации. То есть удобно заходить, есть упор, гарда, и удобно использовать в нашей работе. Так, дальше. Тональный крем. Наносим на руку. На руке разогревается, за счет чего становится, ну, более удобным для работы. Дальше отсюда уже наносится, как нам нужно. Используем шприцы. Это для бальзамации. Делаем раствор. Обкалываем веерным методом. Наглядно примерно выглядит вот так. То есть заходим сюда, заходим сюда. Веерным методом. Мы используем скальпель для того, чтобы взять какую-то ткань, которой нам не хватает для восстановления повреждений, например. Вообще санитары пользуются вот этим. Вскрывают даже вот такими ножами. Это нам по наследству досталось. Привезли тело на подготовку. И санитар случайно забыл. В теле. Такой подарочек, да, небольшой. Ну, суммировать это вот выездной чемоданчик. У каждого порядочного гримера есть такой чемоданчик, который содержит в себе все необходимое для работы. Будь то в автобусе, будь то в адресе, то есть дома, на кладбище, где угодно. В любом месте абсолютно. Существуют определенные правила, которые мы, как профессиональные люди, мы должны соблюдать. Например, как существует международное правило тоната практиков, это гениталии умершего, с которым ты работаешь и занимаешься подготовкой, они должны быть всегда прикрыты. Даже если ты один на один находишься с телом умершего человека, как профессионал, ты должен это правило соблюдать. Не должно быть посторонних лиц при работе с умершим в родственнике. Ну, бывает такое, что просят находиться при подготовке. Бывает такое. И мы идем людям навстречу и занимаемся этой подготовкой, хотя нам гораздо тяжелее и сложнее работать с умершим человеком, когда его родные и близкие в этот момент находятся рядом и наблюдают. Зачастую, после того, как мы исправляем все моменты, то есть отвисание нижней челюсти, опять же, придаем правильную форму лица, если у человека отсутствуют зубные протезы, придаем правильную форму лица, соответственно, ставим губы на место, все это дело гримируем, подкрашиваем, люди заходят и не узнают. Был случай такой, привезли бабушку на подготовку. У бабушки был инсульт, причина смерти, стала задыхаться, пошла к окну, пыталась открыть окно, чтобы воздуха, и потеряла сознание, головой ударилась о батарею и рассекла себе лицо от носа и практически до самого темечки. Мы восстановили все эти повреждения, опять же, использовали воск, это все сшивали, пришивали, все устранили, на отпевание в храм умершую привезли, зашли родственники на прощание и бабушку свою не узнали, потому что, говорит, это не наша бабушка, у нашей бабушки было разбито лицо. Потом минут сорок доказывали, что это их бабушка, смотрели, показывали бирки, то, что на руках клеится умершим, смотрели родимые пятна. Ну, в итоге бабушку узнали, слава богу. Ну, был вот такой печальный случай. Вреждения восстановили, а бабушку не узнали. Есть там определенные трудности, это о том, как нас окружающие люди воспринимают. Зачастую не все адекватно. Такое мнение бытует, что это мафия, это бандиты, это преступный какой-то криминальный мир. Это мнение ошибочно. Здесь мы же не виноваты ни в чем, что человек скончался, вины нашей в этом нет. Наша задача как бы максимально наоборот сгладить все трудности, с чем люди сталкиваются при оформлении, при захоронении. Вообще в России такая профессия, специальность как-то нато практика, она не развита. То есть спроса на эту профессию нет абсолютно никакого. обучение дорогое, то есть повышение квалификации дорогое. Это небольшое количество людей, это узкий круг, скажем так. Мы все друг друга знаем, мы все общаемся, мы пересекаемся на повышение квалификации, опять же, на выставках, встречаемся, общаемся. мы как бы хотим внести вот эту культуру похорон в массы. То есть у нас люди вот в похоронном плане нет культуры похорон. Это что значит культура похорон? Люди не знают, как себя вести на похоронах, не знают, как выглядеть, то есть в какую одежду одеваться, где стоять, в каком месте, как себя вести, какие слова говорить, какие не говорить. Не хотят люди в России при жизни говорить о смерти. Есть над чем работать, есть над чем развиваться и к чему стремиться, несмотря на то, что какие-то моменты людям неприятно, но я думаю, что они должны эти моменты и видеть, и слышать. Опять же, это для общего развития, это для людей нужно. Вообще о смерти нужно разговаривать с рождения, потому что наша жизнь это дорога к смерти. С момента нашего рождения мы все идем к смерти. с . . . . . Продолжение следует...